В Новосибирске нужно создавать свой педагогический конкурс. Эту идею сегодня обсудили специалисты мэрии и лауреаты всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2018». Он проходил в Москве в начале апреля. С победы вернулись два директора школы и один наставник. Подробнее Александра Медведенко. Должна появиться площадка, на которой должен проходить какой-то конкурс. Я не знаю, этап ли это большого, или может как региональный его такое заявлять. Это бы позволило и нам реализовывать какие-то вещи, ну и на других тоже смотреть. И вот эту конкурсную среду, конкурентную среду здесь постоянно создавать, стимулировать. Анатолий Локоть ставит задачу специалистам мэрии и лучшим учителям. За столом победители и лауреаты всероссийского конкурса «Педагогический дебют». К финальному выступлению в Москве все они долго готовились. В отличие от многих других конкурсантов, нас целенаправленно готовили. То есть в этом надо сказать огромное спасибо департаменту образования, который подключил необходимых специалистов. И за счет этого мы выгодно смотрелись на фоне всех остальных. То есть определенное сценическое мастерство, даже просто убедительность определенная, которая позволила донести нашу позицию до членов жюри. Новосибирские педагоги в четвертый раз принимали участие во всероссийском этапе конкурса. В этом году наш город представляли семь учителей. И сразу три победы. Очень было приятно, когда во время прохождения российского форума образовательного наших молодых педагогов члены жюри узнавали и говорили, о, так это же наши победители. Поэтому достижения, достижения очень приятные для города. Достижения, показывающие, что образование будущее. Новосибирцы поразили жюри в Москве не только своей уверенностью, но и новыми методиками. У нас выстроена система наставничества в нашей школе, система материального поощрения молодых специалистов, также методической поддержки клуб молодых педагогов. Ну и на сегодняшний день мы работаем над такой инновационной управленческой технологией, как конструктор профессиональной карьеры, что позволит молодым педагогам четче видеть свое будущее. Теперь небольшая передышка и обсуждение, каким должен быть собственный конкурс. Ведь, как признаются лауреаты, победа новосибирцев заставит другие регионы готовиться лучше. А значит, в следующем году борьба будет сложнее. Александр Медведенко, Даниил Смирнов, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал, ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok